Всем привет! Меня зовут Аня, и я рада поприветствовать вас на своем канале у комнатных растений Plants and Me. Я хотела бы еще раз поблагодарить вас за то, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, ставите лайки. Мне очень-очень приятно, и я это очень ценю. Спасибо вам всем большое! Сейчас в самом разгаре лета. Я не знаю, какая погода, какая температура воздуха конкретно у вас. Вот, например, в Петербурге сейчас немножко похолодало, но перед этим стояла жара прям несколько дней. И я решила, что сейчас самое время поговорить о том, как же помочь нашим комнатным растениям пережить эту жаркую погоду. Возможно, какие-то советы покажутся вам очевидными, может быть, для кого-то что-то будет открытием. Я надеюсь, что они в любом случае кому-то из вас пригодятся, особенно, наверное, новичкам. Я поискала информацию в интернете, там прочитала несколько статей, в том числе на английском языке, и постаралась как-то все это объединить и выделить, на мой взгляд, самые какие-то важные аспекты. Ну что, первый пункт. Кажется, что это лежит вообще на поверхности, очевидно, но тем не менее, это полив. Полив, который в жаркую погоду должен быть своевременным, регулярным и очень основательным. Это значит, что нужно как можно чаще проверять, просохла ли земля в горшке, насколько она просохла. И если зимой, например, мы можем дождаться, пока земля в горшке просохнет на треть, то в жару, там, не знаю, когда 30-35 градусов, то, конечно, не нужно дожидаться такого эффекта. Нужно, особенно со всякими марантовыми колотеями, то есть с теми растениями, которые не терпят пересыхания земляного кома, вот буквально, там, не знаю, сантиметр-два, и нужно уже поливать. Ну и вообще, смотрите, конечно, по условиям, по конкретно вашим. И еще один момент. Полив должен быть не поверхностным, а мы должны полноценно прям проливать всю землю в горшке. Вообще, по поводу полива, у меня есть отдельное видео. На жаркую погоду все это распространяется, поэтому я прикреплю ссылку, и вы можете посмотреть как раз-таки вот этот вот ролик про полив. При этом мы должны помнить, что вот вы полили растения, допустим, вода лишняя вылилась в поддон, буквально несколько минут, там, не знаю, 20 плюс-минус, не знаю, 30 минут, и нужно подождать. И если в поддоне осталась вода, которая не впиталась землей, растением, то вот эту оставшуюся воду нужно обязательно слить, потому что никто не отменял всяческие процессы загнивания даже в жаркую погоду. Следующий пункт – необходимость поддерживать хорошую влажность воздуха. Опять же, все зависит от конкретного растения. Если мы говорим о тех же колотеях, ну, о всяких марантовых, то им будет гораздо легче пережить жаркую погоду с высокой влажностью воздуха. Вариантов может быть несколько. Во-первых, это увлажнитель воздуха, самый, наверное, удобный и простой способ поддержания высокой, ну, более высокой, там, повышенной влажности воздуха. Следующее – можно использовать, не знаю, в поддон насыпать керамзит, налить туда воды и поставить сверху горшок. И это тоже достаточно действенный способ. Вот у меня есть маранта, который существует в таком вот виде, и я вижу, что ей действительно гораздо легче, что влажность воздуха повышается таким образом. Здесь же я хочу затронуть вопрос душа и опрыскивания растений. Мы должны понимать, что опрыскивание растения, ну, или там душ, повышает влажность лишь на очень небольшой отрезок времени. Когда мы несем растения в душ, цели преследуются совсем другие. Это не повышение влажности, а это очищение листьев прежде всего. Это профилактика вредителей в том числе. Ну, и вообще, обратите внимание, вот если в жару вы возьмете какую-нибудь, не знаю, лиану, какой-нибудь фикус хорошенечко ополоснете листья, ну, я вот прям вижу, как растение, оно как будто бы, не знаю, расправляет плечи. Я вижу, что оно прям начинает как будто бы дышать. Даже вот просто визуально это заметно. Кстати, моя локазия шкура дракона тоже очень любит водные процедуры. При этом, конечно же, смотрите на то, какая у вас вода. Если вода жесткая или, ну, слишком какая-то она, ну, не очень качественная, то лучше использовать воду отфильтрованную, отстоянную. И, может быть, просто взять пульверизатор и вместо душа хорошенечко опрыскать растение с пульверизатора. То есть устроить вот такой вот импровизированный душ. Разговор о том, как мыть растение под душем, требуется отдельного ролика. Сейчас мы немножко на другом будем сконцентрированы. И важный такой момент, если вы опрыскиваете растение или несете его в душ, конечно же, это нельзя делать в разгар дня, когда палит яркое солнце. Лучше протирать листья растения, опрыскивать его в утреннее или вечернее время. Иначе растение получит еще больше ожог. Следующий пункт, он тоже, мне кажется, вообще лежит на поверхности. Тем не менее, необходимость притенять растения, особенно растения чувствительные к солнечным лучам, с такими нежными тонкими листьями. И вернемся к тем же самым колотеям, не знаю, колладиумы. Я просто вот вижу, что вот буквально чуть-чуть попадает на мои колладиумы, попадают солнечные лучи. И я вот уже вижу микроожоги, если вдруг я забыла притенить их. Как можно притенять? Во-первых, перенести растения немножко вглубь комнаты, то есть подальше от подоконника. Во-вторых, я использую шторы, потому что они у меня такие тонкие достаточно, но при этом они защищают от солнца светлые. То есть, когда я задергиваю, их солнечные лучи поступают, и свет более мягкий, более рассеянный. Как вариант, также можно поставить растения на пол. Я просто снимаю растения с подоконника и ставлю на пол или на какую-то подставочку. В общем, все вот эти меры помогают защитить растения от ярких, палящих солнечных лучей. Следующий пункт – это по возможности создать чуть более прохладные условия. То есть, все как у людей. Когда, не знаю, вам очень жарко, стоит невыносимая там какая-то духода, вам тяжело. Тяжело животным, значит растениям точно так же тяжело. Поэтому, если есть возможность использовать кондиционер, я считаю, что можно его использовать. При этом, конечно же, не нужно ставить его на 18 градусов, потому что вот этот очень контраст, резкий перепад температуры тоже может плохо сказаться. Но, не знаю, охладить до 24 градусов вместо, не знаю, 36 или даже 40, я считаю, что это в принципе допустимо, чтобы хоть чуть-чуть понизить температуру, если такая возможность есть. Также можно перенести растения вообще в чуть какую-то более прохладную комнату. Тот же самый способ снять подоконник, отдалить от подоконника. В общем, как-то по возможности создать хоть чуть менее жаркие вот эти вот условия, создать хоть какую-то прохладу по возможности. Следующий пункт – когда стоит очень жаркая погода, ни в коем случае нельзя удобрять растения. Потому что жара, как и для животных, для людей, это стресс, стрессовая ситуация. И когда растение находится в стрессе, оно просто не способно усваивать вот эти вот питательные вещества, у него нет на это силы. И если мы будем удобрять в жару плюс 40, не знаю, плюс 35, растению можно только навредить. Можно нанести действительно прям серьезный вред растению. Лучше переждать, когда температура немножко понизится, и тогда уже начать заново удобрять растения. Следующий пункт, который проистекает вот из-за сознания того, что жаркая погода – это стресс, растения нельзя пересаживать в жаркую погоду. Все по той же самой причине. Растения и так тяжело, это и так экстремальные условия, стресс. А любая пересадка – это довольно тяжелый процесс для растения. Точно так же, следующий пункт, не рекомендуется подрезать растения. Даже вот какие-то, может быть, листья, которые вам не очень нравятся, кажется, что они какие-то поврежденные, лучше чуть-чуть переждать, не знаю, недельку или несколько дней, когда температура воздуха понизится, и тогда уже производить обрезку, потому что все обрезки, пересадки, размножение растения – это все немножко такие стрессовые ситуации для растения, поэтому нужно быть чуть более таким деликатным. И, наконец, последний пункт, то, о чем хотелось бы помнить при жаркой-жаркой погоде, рекомендуется чаще осматривать растения. Во-первых, осматривая растения, вы можете понять, насколько просох или не просох грунт. Во-вторых, можно заметить какие-то повреждения, то есть микроожоги. Вы можете понять, что растению, вероятно, здесь не очень хорошо, и следует его куда-то перенести. В-третьих, вредители. Осмотр растения – это профилактика как раз-таки вредителей. А в жаркую погоду, при сухом воздухе они себя очень даже неплохо чувствуют, могут активизироваться. Поэтому, если вы будете осматривать растения, вы можете предотвратить всякие тяжелые последствия. Чем раньше вы заметите какие-то проблемы с растением, тем легче будет оказать помощь как раз-таки вашему зеленому питомцу. Друзья, ну вот и все, что я хотела вам сегодня сказать по поводу жаркой погоды и комнатных растений. Я надеюсь, что какие-то из советов вам помогут. Пишите, пожалуйста, в комментариях, в каком вы городе и какая погода сейчас у вас. Также, может быть, у вас есть какие-то свои лайфхаки. Вы можете дать какие-то советы, рассказать о том, как вы помогаете растениям пережить жару. Не отказывайте себе, обязательно пишите об этом в комментариях. Я думаю, что это будет полезно и мне, и всем, кто смотрит это видео, читает комментарии. Если видео оказалось полезным для вас, интересным, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно новое видео. А я буду с вами на этом прощаться до следующего раза. И всем хорошего дня и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok